Очень долго по Dragon Age не было новостей и вот совсем недавно проверенный инсайдер Том Хендерсон раскрыл некоторые подробности об игре, а позже один из пользователей Reddit слил на форум скриншоты и даже секундное видео по будущей Драгонаге. Пока официально Биовар молчит и ничего не показывает фанатам, но утечка случилась. По словам пользователя под ником Реванчиста, 20-минутное видео попало к нему от тестировщика игры. Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал Леди Вескер. Не забывайте ставить лайки и подписываться, а также оставлять комментарии под роликом. Это очень важно. К сожалению, ролик по Dragon Age 4 в сеть не слили. Реванчиста только лишь показал несколько скриншотов и рассказал о том, как выглядит игра. Впрочем, это ранний билд. Игра не закончена и над ней продолжает работать, но из ролика можно понять, какой будет геймплей и частичку сюжета. Ролик был снят во время миссии в Эйстхаупте, где главный герой выполняет задания, видимо, помогая Серым Стражам. Ведь данная крепость – это главный штаб Серых Стражей. Он вместе с командой сражается с порождениями тьмы, которые выглядят странновато, будто пропитаны красным лириумом. Из этого можно сделать вывод, что наш враг – Солос. Это будет или кто-то еще. Например, тот, кто был в возвращенном аниме-сериале. Не буду спойлерить кто. В общем, наш враг будет использовать красный лириум, который до сих пор никуда не делся. Помимо порождения тьмы, крепость будет атаковать огромный дракон. Задача игрока – добраться до библиотеки, закрыть ворота и сразиться с драконом. Заковать того в цепи. Это все показывается в ролике, который нам, к сожалению, не показали. Также по скриншотам можно понять, что у игроков будет выбор, за какую расу играть, так как главный герой в данном случае – эльф. Рядом с уровнем персонажа можно наблюдать или класс, или принадлежность – Серый Страж. Пока что подтверждений тому, кто будет главным героем, нет. В прошлом с Ливи главный герой родом из Тевинтера, и никаким боком не касается Стражей. Кстати, вы можете посмотреть мой ролик по этой теме. Ссылка на него в описании. Интерфейс в игре похож на Инквизицию, а также чем-то напоминает Вальхаллу. Однако, в любом случае, к релизу может поменяться. Разработчики не отказались от прошлой системы умений, заклинаний. И в доступе у нас опять их немного. По крайней мере, тех, которые можно одновременно использовать в бою. Также реванчиста рассказал о том, что BioWare вдохновлялись God of War 2018 года. Поэтому боевая система может быть закосом на данную игру. В небольшом видео видно, что герои атакуют мечом. Также стало известно об использовании щита, контратак и блоков. Боевая система происходит в реальном времени. Видимо, больше никаких тактических пауз и камеры уже не будет. Том Хендерсон сообщал о том, что теперь управлять сопартийцами нельзя. Только раздавать им команды, как было в Mass Effect. Ты говоришь персонажу, какую способность использовать, и он это делает. Утечки слова журналистов подтвердились. Знаете, такое впечатление, как будто разработчики BioWare до сих пор не могут определиться, как лучше поступить с сопартийцами. То есть в одной игре мы могли управлять нашими сопартийцами и менять их снаряжение. Во второй части не могли этого делать. В третьей части нам опять все поменяли. И в четвертой части снова мы возвращаемся к тому, что было в Dragon Age 2. Реванчиста заметил, что анимации в игре улучшились, и персонаж работает мечом более плавно. Прыжки тоже решили сохранить. А еще добавили анимацию волос. Теперь мы будем бежать и волосы назад. Ага, бегу уже, волосы назад. Говорить что-то про игру еще рано, но судя по ранней версии, Dragon Age 4 далеко от Инквизиции в плане геймплея не уйдет. Хотя слова о том, что разработчики вдохновлялись в God of War, внушают надежду на что-то хорошее. В любом случае, игра далека от завершения разработки, и, возможно, многое переработают или даже вообще уберут. Кстати, Том Хендерсон также сообщил о том, что Dragon Age Dreadful уже не выйдет в 2023 году. Будто кто-то сомневался. И, скорее всего, релиз состоится уже в следующем. По крайней мере, он сам так думает. Также инсайдер сообщил, что Dragon Age получит хаб, вызывающий ассоциации серии Destiny. В данном хабе можно экипировать новое снаряжение или же модифицировать старое. Он также рассказал о том, что переход к миссиям будет представлять из себя зеркальный портал. В общем, Элювиан. А напомните-ка мне, в четвертой части разве для того, чтобы использовать Элювиан, не нужна какая-то особая древняя магия, которой пользовалась Морриган? Или что, у нас теперь Элювианы стали общедоступными? В общем, странненько. Налицо отхождение от истоков первой части. Вряд ли серия Dragon Age когда-нибудь вернется к старому формату. Хорошо это или плохо, мы узнаем только когда увидим новую игру. Кстати, делитесь в комментариях своими мыслями по поводу утечки и игры в целом. А также не забывайте поставить лайк данному ролику и подписаться. Спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok